матфея 5 9 блаженный миротворцы они нарекутся сынами всевышнего кто такие миротворцы это люди которые творят мир мы сейчас будем говорить о том как творить этот мир то есть я думаю знаете где есть мир мир есть вот такой там где не 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 нужны миротворцы такой мир куда не пришли люди вот или мир куда пришел один человек вот или такое место где так много территории вот и люди ничего вместе не делают и вот там много мира потому что как только люди начинают собираться вместе появляются границы понятия собственности понятия этики в любой культуре она свое и появляются причины для для конфликтов или 2 для войны блаженные миротворцы люди которые могут принести мир туда где он необходим эти люди блаженны именно их таких людей называет бог назовет своими сыновьями это очень легко понять если поставить в противовес другое понятие когда люди приходят и все время приносят раздоры или конфликты или хаос разрушение что угодно вы знаете как идет за человеком либо мир либо разрушение есть такая фраза вас мог вас жизни запомнят по двум вещам по причинам либо по причинам по проблемам которые вы создаете либо по тому как вы их решаете и так миротворцы это люди которых отмечает для себя бог какие-то люди причине 1220 написано что это люди позитивные радостью миротворцев написано да они идут и у них нету такого знаете драматического ощущения жизни раздувание раздувание конфликта придавание ему там веса больше чем он есть на самом деле это люди у которых уже есть вера или надежда в то что мир возможен и они знают что они его приносят и наверное они знали они знают это потому что им уже удавалось это приносить другие места они это позитивные люди они настроены на мир радостью миротворцев и конечно же в лучшего примера большего чем и шоу вы не может для себя представить написано что именно он даст мы читаем колоссянам 120 чтобы посредством его примирить собою все умирать творив через него кровью креста его и земное и небесное для бога крест крест и казнь сына стали средством для мира или там инструментом правильнее сказать для мира и шоу стал миротворцем который заплатил цену для того чтобы примирить и небесное и земное соединить то что вообще было несоединяемо раньше итак давайте пойдем дальше творить мир вот блаженные миротворцы нам бы наверно всем бы хотелось быть все таки людьми мира мира они людьми которые приносят войну правда вот еще сдам вас тут пропущенные пропущенное место для записи слов вот что такое создавать мир вот можно мир творить можно его привносить можно его сохранять причем разных таких вещах мы только что в текстах писания читали создавать мир это творить мир вот но я думаю самым простым примером чтобы нам увидеть как это происходит бог творил мир он его сделал совершенным когда он он да он автор вообще шалома он мог шалома когда он что-то создавал он не создавал это конфликтным испорченным там поврежденным с перспективные с перспективой на разрушение он творец мира создавать мир или творить мир это одно и то же пропущенное слово творить запишите себе это как бы быть автором делать мир это я вам уже даю понятие которые существуют в нау в этой науке что ли если хотите можно так сказать миротворчество просто по-разному быть миротворцами можно по-разному друзья вы сейчас мы посмотрим на разные аспекты разные модели привносить мир что значит привносить мир или делать мир то есть когда вы куда-то приходите и это что я тоже только что говорила вместе с вами приходит решение вместе с вами приходит но скажем перемена атмосферы вы привносите мир туда где уже произошла какая-то дестабилизация вы вы приносите решение но еще есть понятие сохранять мир или удерживать мир вот я читала об этом где мы только что читали в я кого плод правды в мире сеется у тех которые хранят мир это очень подходящие сюда место из писания то есть это люди которые понимают как сохранять мир как не доводить или да да проблемы что нужно делать сегодня чтобы завтра не произошло конфликтной ситуации то люди которые могут видеть тенденцию они они могут остановить от неправильного поступка от неправильного решения тебя понимая что завтра это закончится большим последствием то есть бывает так что люди не видят или принимают решение они не понимают к чему приведет это решение это решение может привести к разрушениям есть люди которые творят мир таким образом они сохраняют мир они придут ведут такую предупредительную работу чтобы не произошло разрушение в будущем понимаете да то есть есть работа по сохранению мира то есть понимать как как жить сегодня чтобы не произошло проблем завтра сейчас снизу вверх поднимаясь по вашему конспекту есть миротворческая работа которая заключается в том что вы приходите в уже дестабилизированную плохую ситуацию и начинаете ее исправлять приноси туда мир у всех этих действий есть в общем это разные действия у не возникает ли у вас вопроса зачем вам это все надо что сейчас говорю пока нет если вы знаете да спасибо вы меня поняли если вы хотите принести мир вам нужно понимать куда вы идете и как что вы там будете делать потому что если вы себя считаете миротворцем и вы пришли туда где люди накосячили в бутигать а я вас предупреждал а я говорила это уже никому не помогает и вы будете там нервничать что вы предупреждали и вы все делали для того чтобы это не произошло это уже произошло и все и и вы будете там доливать масла в огонь то есть это не принесение мира все равно здесь уже если уже произошла какая-то там неприятная ситуация конфликтная то просто махать руками горит а я знал чем это все закончится это ну в любом случае не миротворчество понимаете и когда мы хотим принести мир нужно понимать что у нас у всех разное понимание мира знаете такое понятие пока романа это римский мир рим что что они приносили завоевывая территории они приносили римский мир римское право римский стиль жизни они хотели чтобы все было в шоколаде но это делалось мечом это делалось насилием они приносили свой мир принося вместе с этим насилие они считали что они приносят благо через насилие и существует понятие русского мира да да то есть для кого-то это благо а для кого-то это насилие для кого-то это что вы вот мы сделаем вам хорошо а кто-то считает что им это не нужно он потом почему потому что в понятие мира у всех разные для меня мир для меня мир чтобы у меня была свобода вы знаете что когда я была в аудитории где были разные представители разных народностей киргизстан казахстан возможно узбекистан я сейчас не помню одна была мусульманка которая обратилась она жила из она из лондона по моему было если не ошибаюсь человек из канады украинцы русские москвички были и когда начали отвечать что такое мир у всех было совершенно разные объяснения давайте мы поговорим что для вас мир что такое мир чтобы не было войны когда нет войны это мир можно шире через все это вы имеете ввиду духовное да для вас это мир это когда гармония именно если бы вы наводили порядок в мире и делали мир чтобы вы чтобы стояла за этим словом взаимопонимание чтобы люди друг друга понимали да как это они не могут просто дать ничего не делать они наоборот эти отношения ведут для того чтобы что-то создавать развитие да так совместная до синергия да такая синергичное взаимодействие да для тебя мир это когда тебя уважают но уважение границ может быть такое для для меня мир да когда они нарушают мои границы если понимаешь если нет и когда что когда не причиняют добро мир нарушение мира интересно может вам это будет интересно когда мы были в нашей аудитории там которой я рассказываю там больше было людей из снг со стороны россии их было много и это этнические такие может быть народность или меньшинства которые еще себя считать несмотря на лицо совершенно азиатское себя считают русскими да это мои друзья у нас хорошие отношения все нормально и вот интересно что когда мы все высказывались о том что такое мир они все сказали как вы мир это когда нет войны ребята из украины все так или иначе говорили что мир это когда свобода не нарушается когда не когда когда ты чувствуешь себя свободным и это не граница не нарушается по-разному это выражалось девушка из европы вот не скажу я как она у нее другое было понимание такое уже знаете такое европейское развитие вот да но это было интересно потому что это было неожиданно что мы настолько четко но ясно обозначаем свое понимание мира оно разное оно разное я и я нет я не скажу я помню очень когда мы что-то обсуждали я помню что она сказала что когда мы перейдем к теме я вспомню она так настолько четко одну мысль выразила я этого никогда раньше не слышала но для меня это было удивительно но удивительно то что она сказала что черта черта за которой ты никогда не был но то есть сочувствовали понимание другого оно должно исходить из-за того что другой находится за чертой за которой ты никогда не был то есть ты не можешь быть на месте человека я бы на твоем месте там я бы на твоем месте вот она как-то так это подвела что у у нас нет опыта находиться за чертой ну да да даже вот я навязываю тебе свой мир и говорю вот ты сделай так и все будет клево но тебе вообще не клево да ты ну ты же думаешь это мир приносишь ты ж мир предлагаешь то есть когда мы творим мир очень такой вопрос поднимается а чей это мир причиняют добру по-своему по-своему я думаю что таким образом причиняли добро крестьярусь и мы понимаем что это не то как бы поступал господь когда у людей есть такое понимание что вот они именно знают как все должно быть вот и тогда смотрите разное понимание мира чей мир можете себе для того чтобы не записать таки написать римский мир русский мир китайский мир это будет понятно наверное нет это чей мир а вот чье насилие это тоже в принципе сюда же чей чё насилие если мы понимаем то есть насилие но разные это понятно точно так же как и у каждого понимания мира разные насилие тоже понятно будем об этом тоже говорить когда мы понимаем чье насилие то есть от кого конкретно оно исходит и что нанесет тогда мы можем больше понимать как с ним работать какое оно насилие вы знаете что есть насилие мы будем наверно мы к нему сейчас и придем я так понимаю да хорошо хорошо сейчас легче будет объяснить потому что у вас есть схемы вот для того чтобы приносить тот мир который необходим есть золотое правило оно звучит так делать так как ты хотел бы для себя золотое правило третья страница тут написано делает так и вы продолжаете как ты хотел бы этого для себя ну вот сейчас мы как раз об этом мы поговорим ну вот потому оно золотое а не платиновое но вы должны помнить что так говорил еще поступать с людьми так как ты хотел бы чтобы поступали с тобой я не думаю что это то что распространяется абсолютно на все и понимание всего то есть там в контексте нужно смотреть но я думаю что это тот минимум минимум хорошо бы с него бы начать потому что ну вот допустим когда вы говорите о третьем лице вот во третьем лице разговариваете вы очень легко можете понять хорошие ли вещи вы делаете ответив на вопросы хотели ли бы вы чтобы о вас сейчас говорили ну к примеру это это простое на самом деле правило и вы в нем можете очень жестко ошибаться совершенно верно потому что если вы любите конфеты и постоянно приносите кому-то конфеты это человек не есть сладкое то что вы не приносите добра но вы делаете да вы делаете как для себя да но есть платиновое правило делай так как нужно это другому здесь уже нужно постараться понять что нужно тому народу тому человеку той группе людей делает так как нужно другому да конечно однозначно однозначно но вы знаете что есть такие ситуации когда у них нет четкого определения вот есть такие вещи которые нельзя назвать хорошие они или плохие и роль миротворца заключается в том иногда чтобы выбрать меньшее зол роль миротворца когда вы понимаете что финал будет как бы вы его не обходили он все равно будет тяжелый вы начинаете тогда искать меньшее зол венди она рассказывала вот это венди крокер она рассказывала о том что она была приглашена разрулить какой-то конфликт на производстве какая-то корпорация и там все дошло до тяжелого столкновения один мужчина он работал в отделе с другой женщиной у них конфликт дошел до там взрыва в макаронной фабрики и так как наверное я предполагаю там профсоюзы бла-бла-бла штрафы уволнения то им легче наверное все таки пригласить миротворца который будет разруливать всю эту ситуацию что возможно избежать там штрафов судов и так далее и она была со своим компаньоном и она говорит что хорошо что мой наставник который обучал меня этому мастерству он мне предложил как бы иметь такие свои палочки выручалочки то что битвы вы человек могут вырубить и вас эмоционально в эмоциональное существо по-любому вы приходите решать чужой конфликт можете так вот вам могут что-то швырнуть вас какую-то фразу вы уже дестабилизированы вы не можете другим помочь и ей как раз такое мужчина который имел конфликт с сотрудницей он потом предъявил претензию лэнди говорит и ты разговариваешь когда ты разговариваешь с ней ты улыбаешься а когда ты разговариваешь со мной ты не улыбаешься ты ко мне хуже относишься к ней чем к ней и у нее такой говорит я ношу с тобой такой большой термос кофе и когда он оттаскал это дело так сама пьет и думает что сейчас вообще делать в этой ситуации вообще прикольно было и она говорит иногда я думаю что что сейчас сделать и говорит я понимаешь говорит я улыбаюсь потому что она все время улыбается я улыбаюсь но ты горит очень серьезный и потому я с тобой серьезная и он вот вот именно и вот она несерьезная и он начал шуметь по поводу этой своей сотрудницы и вообще-то весь конфликт был уже ясен была проблема в том что этот мужчина из-за может у него проблемы с сексизмом может вообще женщин не переваривает я не знаю но он он не мог выдерживать ее женские эмоции то есть она шутила улыбалась он воспринимал это как несерьезное вообще что-то и его его просто на нее как у нас говорят подростки глючил он ее не переваривал из-за ее такого вот как ему казалось несерьезного отношения и вот это все он очень плохо к с ней обращался он на самом деле виновен был против нее и я спрашиваю как с чем это все закончилось они примирили их но они не оставили их в одном отделе они их развели по разным отделом и это было хорошее решение потому что изменить этого человека они не могли и из-за да а зачем почему да они нашли универсальное решение не развели их по разным так сказать углам для того чтобы не навредить их профессионализму они приносили наверное какой-то результат в этой корпорации но них изолировали друг от чтобы у них не было рабочих пересечений я про то что бывает бывает что нужно находить решение которые не будут иметь иде идеального на сегодня идеальной какой-то картины поговорим о насилии у меня у вас тут схемочка съехала у вас должно было быть на странице два таких прямоугольника и первый на который вы смотрите это насилие и вниз стрелочки до 3 окей сейчас и вы нас прям на стрелочках напишите то что съехала под рамку второго квадрата там кое-что и чего не видно сейчас как давно вас у всех вот такая штука да и вот эта рамка вот это она съехала в под 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 вот эту то есть стрелочки они над на слова направлены которых вам не видно и да и вы сейчас напишите первая стрелочка напишите здесь слово личное личное вторая стрелочка культурная а третье не прямое или косвенное можете написать нет прямое это у вас вторая рамочка пошла сейчас типа рейдусь по рядам я покажу как это должно выглядеть да вы должны понимать что нет ребят смотрите давайте я каком покажу чтобы вы поняли что произошло сейчас вот эта рамочка видишь да это да это вторая рамочка а то первое совершенно верном от супер вы написали личная просто учтите что эта рамка она отдельная отделите их друг от друга это короче первое это второе понимаете это не одна и та же схема вот личная культурная косвенная да да это вторая рамка вы как-то так отделить и раздвинуть вы же не сможете понятно да но вы главное поняли что первая рамка да и вторая рамка это две разные рамки можно да кто не понял я подойду да смотрите эта рамка она отдельная ну вот они видите да да а первая рамка вот так вот напишите то есть личная пусть будет выше вот тут вот личная культурная и косвенно или не прямое то есть прямое насилие есть не прямое насилие да да косвенное не прямое понятно да ченки косвенное или не прямое косвенное или не прямой от текст если бы туру мы могли на иврит прочитать было бы здорово вы знаете в пророках есть место которое написано говорит что бог ненавидит развод мечтали это с оригинала раввин один там не написано в оригинале что бог ненавидит развод там написано что бог ненавидит мужчин которые прикрываются насилием как одежды да да ну просто смысл становится больше понятен да и и здесь возникает вопрос существует существует ли шкала силы насилия вот допустим если взять по десятибальной системе насилие она что на десяточку насилие что на единичку но все равно насилие просто от зависимости от толщины нашей кожи так сказать мы на что-то говорим о это насилие а на что-то гринта это можно потерпеть я сейчас просмотрела один детективный сериал австралийский он я не знаю какого года он возможно даже новый но он значит иллюстрирует времена австралии после после второй мировой то есть это еще очень интересно когда смотришь американское кино показывающие этого время то можно значит видеть притеснения чернокожих людей что да там вот они ими разрешено было до определенной революции даже в барах вместе находиться туалеты были разные для белых и для черных одни воцарились и унижали других а этот австралийский детектив показывает о том как женщинам нельзя было заходить в бар где мужчины то есть человечестве обязательно находится какая-то более сильная прослойка которая начинает выбирать слабых кто кто значит кто над кем воцаряется и но если женщина подавала суд или начинала сопротивляться сексуальным домогательством или или поднимался факт о насилии на работе то увольняли ее почему потому что общество ожидала что она тихо перетерпит этот момент но если она начинала сопротивляться защищаться и выносить это на поверхность она приносила дискомфорт к окружающим ну их женам также вот и с ними разбирались они могли потерять и вообще карьеру потерять возможность завтрашнего дня за вскрытый эпизод потому что такого уровня насилия в обществе тогда насилием не считалось такой уровень насилия мы считаем насилием каким оно должно быть чтобы мы признали это насилием в в народах где происходят войны и убийства где много горя насилием считается что-то очень сумасшую что что в другой народ бы такого даже не пережил бы даже мысли о том что такое возможно в другом народе где нету такой беды там там мы не смогли бы даже такой пережить представляете вещи как это возможно да и вот мы смотрим на следующую вашу схему поговорим все-таки сейчас о прямом это бы это легче о прямом насилии да вот то что видно вообще то что мы можем увидеть как насилие это маленький процент это верхушка айсберга вот это то что уже видно это то что уже вскрылась обычно и больше всего происходит там где не видно это невидимое насилие невидимое или скрытое но представляет 90 процентов от существующего то чего не видно на самом деле что такое культурное насилие но если говорить об исторических эпизодах культурным насилием было заставить народ мечом поверить в другого бога крестить опять же тоже русь это было культурным насилием это было насилие культурное насилие западная украина очень хорошо знать что такое культурное насилие мы недавно были на экскурсии во львове и пасе и были на местах массового уничтожения евреев и львов это место я кто каждый словно место антисемитизма да вообще там молятся против антисемитизма во львове так далее и там что-то центр это некоторые вообще не рассказали что таким и надо что у них мусорки и очень смешно потому что вокруг мусорной истории вокруг львов это абсолютно политическая навязанная история не судне соответствующей действительности вот ну живут а там одни бандеры и так далее мы были сейчас в этих местах и я вот с одним рыбы говорю тебе никогда не приходило в голову почему во львове в таком центре украинского как принято считать антисемитизма столько еврейских памятников в восьмидесятых годах начали возвращать название еврейских улиц типа рапопорта и так далее таких памятников современных как сегодня во львове есть памятников еврейскому уничтожению я имею ввиду памятных мест причем это это стоит видеть это креативное творческое вмешательство современных людей в культуру львова и это вы приезжайте в одно место монумент и огромные фото лиц фото людей которые пережили трагедии такие насколько там два на три метра я не знаю вы едете вы видите львов я я честно не скажу вам я что мне живу вот я там на экскурсиях было я у себя могу заблудиться в городе вот и мы гуляли по этим улицам смотрели на эти памятники я задаю себе вопрос какой-то парадокс потому что если это центр антисемитизма здесь всего этого вообще-то быть не должно и она как-то вот знаете не сходится и погром был ужасным во львове кошмарным у него есть одна интересная история когда вы хотите разобраться в конфликте и когда вы хотите принести мир нужно быть очень объективным узнавая узнавая историю из какого-то определенного места может отмотать немножко надо и еще может быть иногда отмотать я может быть еще чуть-чуть отмотать украина пережила страшные события 33 года и уничтожение адресовались в основном в определенную часть украины то есть не на всю голодомор распространялся все-таки какая-то часть украины она больше бомбардировалась в этом смысле это страшная история вот я ее не очень хорошо знаю признаюсь вам чуть-чуть знаю и между тридцать третьим и тридцать девятым годом просто арифметика сколько лет прошло 6 лет как вы думаете такая трагедия за 6 лет успокаивается в толпе в агрессивной измученной уничтоженной толпе она успокаивается нет так вот тридцать девятый год советы когда начинает отступать из львова они перерезают всех политических заключенных в воской тюрьме не убийц как вы понимаете это поэты это украинская интеллигенция это украинские патриоты и так далее и так далее они их перерезают и говорят что кто это сделал как вы думаете эти озверевшие люди и толпа которые ну знаете когда гнев но ничего простого наверное нету как манипулировать толпу это нужно гневу дать выход кого бить и там пошло страшное да такое страшное было что уже немцы они остановили мародерство почему потому что им невыгодно было как грабят еврейские семьи от жену золото уходило так сказать они это на время приостановили потом продолжили в более удобной для себя форме вот и культурное насилие но совершалось над этой частью земли и потом оно перешло в страшную трагедию которая перед была перенесена на другой народ и я не правильно сделала что я не скажу вам автора я завтра скажу чьи это слова когда пришли за социал-демократами я не вступился может быть я не вступился потому что я не не социал-демократ когда пришли там за теме я не вступился потому что я не тот я завтра найду эту фразу я вам прочитаю он долго перечисляет разные группы людей а потом говорит когда пришли за мной меня некому уже было спасать вопрос отношения к насилию он должен быть справедливым когда насилие происходит не над нами а над кем-то другим она все равно насилие это зло я помню когда начались у нас события в стране очень много там вот конец света началось это знать это предсказание бла-бла-бла вот я разговаривал с одним моим знакомым евреем он очень такой падок на мистику и на всякую чушь в интернете у нее как что-то появится он во все верит вот и вот когда все начало происходить он говорит и на вот смотри что люди пишут это конец света вот знаки и вот происходит то что даже в библии написано ну так рассказал мне эмоционально своих переживаниях и говорю послушай а ты знаешь что происходило в китае столько-то лет назад он говорит нет ты знаешь какие зверства пресс происходит сейчас в африке нет а ты знаешь что происходило в чехии ну совсем не так давно а ты знаешь что происходило в нагорном карабахе а в чечне а в грузии мы все молчали потому что это не было с нами связано нас это не касалось и насилие не было страшным потому что она не совершалось над нами когда она коснулась нам мы решили что-то нас как мы решили что тоже конец света сбивается апокалипсис у каждого по-своему до насилия я читала одну книжку продолжу культурном насилии мне по программе нужно было прочитать по миссионерству какую-то литературу написать отзыв и там автор прикольно было читать как он рассказывает как якутские и якутские народы еще какие-то далее во востока народы как они в пример была поставлена православная церковь в пример всем в пример миссионерской деятельности миссионерской деятельности что вот только им посмотрите как они значит якутские дети радостно переодевались в народные костюмы россиян и принимали там церковь в общем когда поменялось следствие причина но прикол в том что прикол в том что никогда народ добровольно не принимал это в начале была как завоевание земли это не было евангелизация чужого народа вначале было за политического завоевания земли а потом туда приходила церковь никогда не наоборот но в данном случае поэтому поэтому показывать это как пример евангелизма вообще ну для меня было удивительно что так можно увидеть ситуацию совершенно неправдиво сначала совершалось культурное насилие сначала какая-то маленькая этническая народность по получала ставилась абсолютно в такую зависимость от завоевателей да потом уже принимали веру этого народа это культурное насилие и когда господь говорил что в этом мире владычеству это с вами будет не так не так пусть будет у вас он как раз и подчеркивал что когда вы приносите мир это это не может быть с насилием это не может быть с манипуляцией это не может быть ни с каким методом который людей ставит на колени и заставляет вынуждена при принимать что-то что вы несете мы не можем изменить с вами мир мы не можем остановить войны мы не можем научить людей разговаривать на одном языке мы не можем навязать одну картину мира людям это невозможно но мы можем привносить мир мы можем сохранять его и наверное можно научиться это делать хотя бы на каких-то маленьких частных случаях вокруг нас в нашей общении в наших домашних группах создавать до для того чтобы понимать раз два три для того чтобы понимать давайте перейдем к следующей странице и сколько у меня времени ну тогда давайте еще побудем здесь поговорим немножко насилие что такое непрямое насилие ну вот как это как вы себе представляете ну хорошо это мнение еще очень да манипуляция может быть непрямым насилием однозначно я не знаю наверное нужно посмотреть назначение слова когда заменяются культурные ценности в медиапространстве ну это манипуляция просто у нее там слово это то есть это же работа с определенной целью правильно но все-таки насилие друзья все-таки насилие это когда вы делаете то чего вы делать не хотите ну если это тотальные вещи я думаю да я думаю да да можно более понятные нам да вещи рассмотреть понятные надо какой-то пример скорее всего привести ну например давайте приведу пример удобе наверное сейчас а потом это рассматривать будем вам нужно помириться вы люди из одной домашней группы или из одного служения между вами произошел конфликт и кто-то является пострадавшей стороной ну или считает себя пострадавшей стороной но разбирать это совершенно невыгодно неудобно правильнее вот так сказать неудобно и вас начинают призывать к прощению к прощению за свой счет есть два человека есть два человека я говорю об ущербе конкретно кто-то нанес другому ущерб ну давайте говорить о моральном нанес моральный ущерб и давайте человека важны в служении два человека важно важны служение и вам нужно продолжать двигаться дальше и раздувать или начать разбираться с этой ситуацией выглядит так что может выглядеть так что раздувать конфликт там где его нет на самом деле вы пострадавшая сторона становитесь проблемой потому что всем выгодно и спокойно если вы простите обидчика вы понимаете чем вы простите обидчика и когда вы этого не делаете вы почему-то пока прям не по-христиански поступайте требуйте чего-то там требуйте там вас заставляют или библии или упреками или обвинениями он говорят вы должны простить вы становитесь положение в котором не простить нельзя потому что вы верующий человек потому что писание вас призывает к прощению но по сути по сути под этими всеми вещами вас подталкивают при принять эту ситуацию такой какая она есть за свой счет и это не прямое насилие ну во благо да ну не во благо тебе тут очень то знаете тут такая дилемма я я думаю это сложно наверно увидеть если вы этим будете все время заниматься вы начнете это видеть это я думаю что это сложно на поверхности увидеть вот бог вот смотрите вот такой же принцип вот бог он милую щена но нужно всегда понимать что милость это прерогатива судьи вообще кто имеет право миловать у кого право миловать у судьи он захочет он помилует но если он не захочет у него есть абсолютное право этого не сделать то есть у него роль судьи но если он захочет он будет давать милость об этом говорит писание и тогда когда мы понимаем что это вообще совершенно незаслуженно пришло к нам мы становимся счастливыми и благодарными что надо было бы получить приговор но по милости судьи произошло другое и это как у грешков наступает счастье реальное счастье ты понимаешь что получил незаслуженную милость что очень часто происходит люди требуют милость они требуют милость а где же милость а где же милость в этом обществе а где же прощение а где же то есть понимаете это милость это прерогатива судьи он хочет ее дает и мы счастливы когда он ее дает но ты можешь конечно же надеяться на это но ты понимаешь что ты заслуживаешь что другого но требовать и обвинять что ты ее не получаешь точно нет никакого на это право но но иногда или очень часто так и происходит человек который наносит ущерб он требует к себе милости и прощения да может и по причине увеличения беззакония охладевает любовь да не все так печально но это общество в котором мы находимся и мы можем стать людьми которые творят мир привносят мир и сохраняют его мы можем сказать так брат не делай так больше или я наблюдал сейчас за за тобой ты сказал эти вещи это обидно ты сказал другому человеку эти вещи это обидно не делай так больше потому что это обидно вас это возможно и не касается но вы можете в любви по дружбе помочь другому не совершать того что принесет завтра бурю но он пожнет бурю но по крайней мере а если слушает то вы то вы поможете этому человеку не принести вред и и не пожинать бурю там уже слушать если что касается там дисциплины или обличения и уже там этот еще другая это другая история уже там обличение разбираться в грехе тоже чуть-чуть другое сейчас больше мы говорим о проблемах сейчас уже заканчиваем больше мы говорим о проблемах потом мы перейдем к тому как их решать я моя задача была чтобы мы с вами все-таки признались и согласились что мы живем несовершенном обществе и что мы сталкиваемся с вещами с которыми мы не понимаем что с ними делать они есть из-за того что они есть и мы не знаем как их решать не просто убегаем куда-то где все равно лучше не будет окей перерыв